25 марта в Герценовском университете прошли мероприятия юбилейного Петербургского международного образовательного форума. В этом году День науки и практики был посвящен новым задачам отечественного образования. На пленарном заседании Дня науки и практики были рассмотрены проблемы современной школы, роль учителя в образовательном пространстве, вызовок его профессиональной деятельности в свете реализации национального проекта «Образование». С прекрасным настроением, с прекрасным гостеприимным состоянием души мы рады приветствовать вас в Герценовском университете. Сегодня для нас знаковый день, наполненный действительно реальными, очень интересными, положительно эмоционально окрашенными мероприятиями. Вот буквально несколько минут назад в нашем втором по важности, можно сказать, залов, а может быть иногда и в первом, в нашем первом зале, где проходит заседание ученого совета нашего университета, состоялось открытие педагогической олимпиады молодых учителей, молодых профессионалов. Это действительно тот заряд энергетики, тот заряд интересных идей, те молодые люди, которые не просто так оказались в школе, оказались в педагогике, оказались в образовании. Это те лучшие, которые будут определять, в какой сфере образования будет завтра, будет в реальной школе, и которые определяют, как будет развиваться конкретный ребенок, конкретного родителя. А это наша основная задача — создать максимальные условия для того, чтобы каждый ребенок почувствовал себя талантливым и смог найти ту сферу жизни, в которой он полностью реализует свои возможности. Поэтому спасибо вам за то, что вы принимаете у нас участие, участие в наших дискуссионных площадках, в центре Санкт-Петербурга. Действительно, 222 года мы живем в центре, в самом сердце Санкт-Петербурга. Поэтому действительно сердце образования находится в Керстенском университете. Спасибо огромное. С докладом выступил начальник отдела развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга Валерий Волков. Он подчеркнул, что в сфере образования происходят многоплановые изменения, к которым каждый субъект процесса должен быть готов. Директор Института детства Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена Александра Гагаберидзе рассказала о программе «Десятилетие детства в Герценовском университете». В выступлении заместителя начальника учебного управления Шансийского педагогического университета Ши Лосяна был сделан акцент на подготовке учителей иностранных языков в аспекте государственной политики Китая. После пленарного заседания участники события смогли точечно обсудить актуальные вопросы, стоящие перед педагогическим сообществом. Какие учителя необходимы школе? Как сделать доступным дошкольное образование? Как обеспечить психологическое благополучие ребенка? Как организовать работу вожатых? И многое другое. В дискуссии могли принять участие не только крупные ученые и педагоги, но и молодые преподаватели и студенты. «Школа, в которую должны прийти учителя, должна быть живой и творческой, в которой есть работа, в которой есть дело, в которой есть традиции, в которой есть жизнь. Не обязательно в школе должна быть оборудована по последнему слову техники, не обязательно там должны быть какие-то суперсовременные идеи, которые она воплощает. Главное, чтобы в ней царил дух творчества и образования, поскольку ценность образования для нас сейчас самая главная. И школа ведь не просто стены, школа это коллектив. И поэтому, наверное, молодые педагоги должны прийти в школу, в которой есть творческий и дружный коллектив. Если он не такой, то там человек потеряется. И поэтому, в первую очередь, в школе должна быть создана такая вот среда содружества, сотворчества взрослых, опытных и неопытных еще совсем людей, в которой будет приятно работать и искать что-то свое для своей работы. Это что касается, какая должна быть школа. Конечно, было бы идеально, чтобы в школе было все. И все условия для того, чтобы любой человек, работающий, мог спокойно проявлять свои способности. Однако, такого не всегда бывает. А вот что касается вопроса, кто школе сейчас нужен из учителей, я бы, наверное, ответил, нужны, наверное, разные педагоги, с разными взглядами на свою профессию. Что значит с разными? И те, которые, как мы их теперь называем, больше цифровые, и те, которые совершенно не цифровые, те, которые могут общаться с детьми. И главное, не совсем, наверное, правильно, если бы в школу приходили обязательно все, которые любят детей. Вот любить совершенно не обязательно детей. Любить надо свою работу. А уж дети, это, само собой, в этой работе неотъемлемая часть. Мне кажется, школа должна быть открыта для новых каких-то веяний, для творческого какого-то потенциала, потому что те люди, которые сейчас отважились пойти на профессию учителя, мне кажется, они полны какого-то энтузиазма, творческого подъема, и не хочется, чтобы школа это гасила. То есть, чтобы она, наоборот, поддерживала любые инициативы, любую активность, и, наоборот, развивала педагога и как профессионала, и как личность. Учителя, мне кажется, школа сейчас должна ждать реактивного, который готов на любые абсолютные эксперименты, совершения, который может совершенно параллельно очень много разных дел делать, потому что, к сожалению, такова реальность, нужно очень быстро соответствовать тем изменениям, которые диктует наша реальность. То есть, он должен быть и творческим, и быстро схватывать все на лету, и, естественно, очень глубоко знать свой предмет, потому что современные дети могут задать такие каверзные вопросы, на которые придется очень быстро найти правильный ответ. Школа, в которой я хочу работать, безусловно, должна быть уютной, как для учителей, так и для учеников, потому что именно сама обстановка вдохновляет нас или, наоборот, не дает нам сил для работы. Как молодой учитель мы сталкиваемся с такой проблемой, как огромное количество бумаг в работе, и я думаю, что мы бы хотели больше времени тратить именно на составление программ и общение с учениками, нежели на бюрократические вещи. Я думаю, что школа современная ждет молодого учителя, который будет понимать молодое поколение, который будет смотреть в будущее и понимать самые основные аспекты, которые нужны будущему поколению. В этот же день в Гербовом зале открылась Олимпиада молодых учителей «Профессиональные перспективы». Ее тема предполагала обсуждение и поиск ответов на вызовы образования 21 века. В этом году в событии приняли участие 102 молодых специалиста из разных регионов страны. Конкурсные программы проходили на базе школы Петришуля и школы 564 Адмиралтейского района. В ходе испытания молодым учителям предстояло продемонстрировать свои знания и личные качества, умение взаимодействовать с коллегами. В рамках образовательной программы «Педагогическая мозаика» каждый из участников мог выбрать интересующего мастер-класс преподавателей Герценовского университета. Я принимала участие в мастер-классе «Школьный урок» как средство профориендации, и нас учили создавать практико-ориентированные задачи. Я могу сказать, что несмотря на то, что я в основном преподаю в УЗИ, вопрос очень актуален, поскольку наши студенты не всегда имеют представление о той профессии, на которую поступают. И поэтому, конечно, использование такого рода заданий поможет в частности и мне, как преподавательной высшей школы, в моей педагогической деятельности. Поэтому я очень довольна, что посетила этот мастер-класс. Ну, он для себя очень много нового. Может быть, конкретные примеры, что новое вы узнали сегодня? Ну, в частности, я участвовала в создании практико-ориентированных заданий по профессии электрик, где я преподаю фенский язык. Немножко далёкая от меня область. Тем не менее, я посмотрела, как я могу даже, например, использовать знания русского языка для профессии электрик. То есть, я составила такое задание, которое будет в первую очередь обращено на изучение русского языка. И так школьники поймут, например, как электрику и для чего нужно их ездить. Победителем Олимпиады 2019 года стал учитель русского языка и литературы школы номер 260 Адмиралтейского района Павел Володин. Я работаю в частной школе время от времени, и там один из учеников меня поблагодарил за то, что у него есть возможность поговорить о литературе. Потому что дома его уже никто не хочет слушать, потому что дома он всем уже надоел. Вот. И именно для меня Олимпиада стала как раз-таки тем же самым местом, потому что дома я уже немножко своим родным надоел своей работой, своими какими-то идеями и так далее. И здесь я нашел тех людей, которые с интересом бы меня послушали. Это с одной стороны. А с другой иногда кажется, что в одной школе есть молодой специалист, где-то еще в каком-то другом селе он есть. А оказывается, нас много, и мы что-то да и значим, видимо. Завершилась масштабная программа Петербургского международного образовательного форума пленарным заседанием в президентской библиотеке. Спикерами этого события стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр просвещения Ольга Васильева, глава Петербурга Александр Беглов, руководители региональных систем управления образования, знаменитые педагоги и ученые с мировым именем. Герценовский университет представляли ректор Сергей Богданов, директор Института педагогики Светлана Писарева, заведующая кафедрой дидактики Елена Пескунова и начальник управления организационно-методического обеспечения сотрудничества в педагогическом образовании Ирина Кондракова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok